Тойота. Техническое обслуживание. Когда вы сидите довольно долгое время за рулем обычного автомобиля, вам приходится постоянно держать нажатые педали акселератора, и нога очень устает. Но если ваш автомобиль оснащен системой управления крейсерской скоростью, этого уже делать не придется. Система управления крейсерской скоростью регулирует скорость автомобиля вместо вас. Эта система будет управлять скоростью вместо вас, даже когда автомобиль движется в гору или под гору. Система управления крейсерской скоростью. В этом фильме рассматривается система управления крейсерской скоростью, применяемая в модели Lexus LS400, подготовленной для американского рынка. В фильме четыре части. Сначала посмотрим, как пользоваться системой управления крейсерской скоростью. Главный выключатель и переключатель управления расположены на управляющей рукоятке рядом с рулевой колонкой. Лампочка-индикатор загорается, когда включают главный переключатель. Переключатель управления имеет пять режимов работы. Сет, задать, коуст, торможение двигателем, резюм, восстановить, акс, ускорить и канцел, отменить. Посмотрим систему управления крейсерской скоростью в действии. Включаем главный выключатель. Мы ведем автомобиль со скоростью свыше 40 км в час. Опустим управляющую рукоятку вниз. Система будет поддерживать заданную скорость автомобиля, ту, при которой вы нажали на рукоятку. Если надо временно прибавить скорость, например, для обгона другого автомобиля, нажмите педаль акселератора. Когда вы снимите ногу с педали, автомобиль вернется к прежней заданной скорости. Когда автомобиль переходит на овердрайв и замедляет ход, например, поднимаясь в гору, коробка передач переключается на третью скорость, чтобы поддерживать заданную скорость. Как только скорость автомобиля достигнет заданной, он снова перейдет в овердрайв. Если вы хотите увеличить установленную скорость, используйте режим ускорения. Поднимите вверх управляющую рукоятку, и автомобиль наберет скорость. Отпустите ее, и эта скорость будет установлена. В модели LS400 каждый нажим на управляющую рукоятку вверх в направлении ускорения увеличивает заданную скорость автомобиля на 1,6 км в час, и реальная скорость возрастает настолько же. А если заданную скорость нужно уменьшить, воспользуйтесь режимом «Колст». Опустите рукоятку вниз, и автомобиль притормозит. Разумеется, заданную скорость можно изменять, нажимая на педали тормоза или акселератора, и выйдя на требуемую скорость, переустановить ее с помощью режима «Сет». Установить. Если потянуть управляющую рукоятку на себя, действие системы управления крейсерской скоростью временно приостановится. Кроме того, работу системы крейсерской скорости можно приостановить, нажав на педаль тормоза. В автомобиле с ручной коробкой передач действие системы приостановится при нажатии педали сцепления. Но и после прекращения работы системы крейсерской скорости, установленная скорость сохраняется в памяти. И если перейти в режим «Восстановить», то есть поднять рукоятку вверх, когда вы захотите снова использовать систему управления крейсерской скоростью, автомобиль выйдет на эту заданную скорость. Однако, заданная скорость исчезает из памяти, если реальная скорость автомобиля упадет ниже 40 км в час. После этого функция восстановления не будет действовать. Рассмотрим состав системы управления крейсерской скоростью. Ее основные компоненты — это электронный блок управления крейсерской скоростью, исполнительный механизм или привод, главный выключатель и переключатель управления, датчик скорости и комбинация приборов. Блок управления крейсерской скоростью расположен слева от левой боковой панели обтекателя. Привод открывает и закрывает дроссельную заслонку по сигналам блока управления. Датчик скорости выдает сигналы в соответствии со скоростью автомобиля. 20 импульсов датчика скорости комбинация приборов превращает в 4 и посылает их на блок управления. Кроме того, выключатель стоп-сигналов, датчик положения рычага КПП и выключатель ручного тормоза. Их можно считать частью системы управления крейсерской скоростью, так как при включении любого из этих сигналов работа системы прекращается. Рассмотрим работу системы управления крейсерской скоростью. Существует два типа приводов. Привод от электромотора и вакуумный привод. В модели LS400 используем тип привода с электромотором. Привод, использующий электромотор, состоит из электромотора с предохранительной электромагнитной муфтой, потенциометра, рычага управления и прочего. Магнитная муфта необходима для включения и отключения электромотора от рычага управления. Когда включена система крейсерской скорости, муфта соединяет электромотор с рычагом управления, получая электрический ток из блока управления. Если нажата педаль тормоза, или блок управления обнаруживает сбой в системе крейсерской скорости, ток в муфту перестает подаваться. Муфта расцепляется, и электромотор уже не связан с рычагом управления. Электромотор может вращаться в любую сторону, обеспечивая управление как ускорением, так и замедлением автомобиля. Кроме того, имеются два переключателя-ограничителя, встроенные в электромотор для его защиты. Когда система не работает, включен ограничитель у точки МС, а ограничитель у МО разомкнут. Когда электромотор работает на ускорении автомобиля, включается ограничитель у точки МО. При полностью открытой заслонке выключается ограничитель у точки МС, и электромотор перестает работать. Когда электромотор работает на замедлении автомобиля, выключается ограничитель у точки МС. При полностью закрытой заслонке выключается ограничитель у точки МО, и электромотор перестает работать. Рычаг управления связан с дроссельной заслонкой тросиками. Когда система крейсерской скорости не управляет автомобилем, тросик в систему управления не натянут. Во время работы системы тросик, соединенный с педалью акселератора, не натянут. Потенциометр определяет, на какой угол отклонился рычаг управления. Выходной сигнал потенциометра управляет работой электромотора и отслеживает положение рычага управления с целью самодиагностики системы. Давайте разберем работу системы управления крейсерской скоростью с помощью электрической схемы. При включении главного выключателя ток поступает на реле в электронном блоке управления и тут начинает отслеживать скорость. Но ток не подается пока на электромотор привода и магнитную муфту. Скорость заносится в память, когда нажав переключатель задают режим SET установить. В тот же момент активируется магнитная муфта и вращение электромотора начинает передаваться на рычаг управления и потенциометр. В этот момент потенциометр передает на блок управления сигнал, соответствующий углу открытия дроссельной заслонки. Заданная скорость может быть любой величины в диапазоне от 40 до 200 км в час. Блок управления сравнивает скорость автомобиля, подачу скорости и заданную скорость и, соответственно, открывает или закрывает дроссельную заслонку. Например, если реальная скорость упадет ниже заданной, заслонка будет открываться. Или закрываться, если реальная скорость автомобиля превысит заданную. Непрерывно выполняя эти операции, система управления крейсерской скоростью поддерживает движение с заданной скоростью. Когда автомобиль поднимается в гору, его скорость снижается. В этом случае блок управления крейсерской скоростью посылает сигнал в блок управления двигателя и коробки передач, требуя перейти на третью передачу для восстановления заданной скорости. Когда будет достигнута заданная скорость, коробка передач снова переключится на овердрайв. Помните, что эта система работает, пока переключатель ECT находится в режиме мощность, ECT автоматически переходит в режим нормально, независимо от того, какой режим был выбран. В режиме ускорить мотор привода вращается в направлении ускорения и скорость возрастает. После выключения этого режима блок управления заносит текущую скорость автомобиля в память в качестве заданной. Точно так же в режиме COAST мотор привода поворачивается в направлении замедления и скорость уменьшается. После выключения режима текущая скорость автомобиля заносится в память в качестве заданной. Когда управляющая рукоятка переведена на отменить, блок управления кресленской скоростью сразу же выключает магнитную муфту привода и работа системы кресленской скорости прекращается. одновременно электромотор полностью закрывает дроссельную заслонку. Точно так же система прекращает работу если команда отменить поступает от переключателей следующих сигналов. Стоп, положение рычага КПП или стояночного тормоза. Переключатель стоп-сигнала реально содержит два переключателя управляющих двумя разными функциями одновременно. Один срабатывает если нажата педаль тормоза чтобы не только включить сигнал торможения но и сообщить блок управления о начале торможения для остановки системы кресерской скорости. Второй переключатель просто разрывает цепь между магнитной муфтой привода и блок управления и отключает муфту чтобы остановить работу системы. Но в этом состоянии заданная скорость сохраняется в памяти поэтому можно будет эту скорость восстановить если нажать и отпустить переключатель резюм восстановить. но как только скорость автомобиля упадет ниже 40 километров в час работа системы прекращается и заданная скорость стирается из памяти. Кроме того если во время работы системы управления кресерской скоростью реальная скорость автомобиля упадет на 16 километров в час ниже заданной скорости работа системы прекратится заданная скорость сотрется из памяти. Функция резюм восстановить в этом состоянии не действует. Все сказанное до сих пор относилось к приводу с электромотором. Давайте коротко рассмотрим работу вакуумного привода системы. Вакуумный привод содержит управляющий клапан выпускной клапан диафрагму и возвратную пружину. Управляющий клапан должен подавать в привод либо воздух либо вакуум. Когда ток поступает на управляющий клапан закрывается отверстие через которое поступает атмосферный воздух и открывается то через который поступает вакуум из впускного коллектора. В приводе оказывается вакуум. Когда усилие создаваемое вакуумом превышает силу возвратной пружины диафрагма втягивается внутрь. В результате связанная тросиком с диафрагмой тросильная заслонка открывается и автомобиль разгоняется. Когда на управляющий клапан не поступает ток в привод попадает атмосферный воздух. Возвратная пружина толкает диафрагму и дроссельная заслонка закрывается. Усилие создаваемое вакуумом в приводе регулируется промежутком времени протекания тока в управляющий клапан. блок управления сравнивает реальную скорость с заданной и изменяет время подачи тока в клапан, тем самым управляя углом открытия дроссельной заслонки. Когда работа системы крейсерской скорости прекращается, выпускной клапан подает в привод атмосферный воздух и дроссельная заслонка немедленно закрывается. Когда на выпускной клапан поступает электрический ток, поступление воздуха через него прекращается. При прекращении работы системы управления крейсерской скоростью, ток не подается и на выпускной и на управляющий клапаны и атмосферный воздух заполняет привод. Диафрагма отжимается возвратной пружиной и дроссельная заслонка оказывается свободной. Система управления крейсерской скоростью имеет функцию самодиагностики. Если от датчика скорости не поступает сигналов и блок управления определяет в системе сбой, работа системы управления крейсерской скоростью отменяется и индикатор мигает пять раз и выключается, сообщая о неполадках в системе. причина сбоя запоминается в памяти блока управления. В этом состоянии система не будет работать, даже если включить главный выключатель. Но стоит только выключить и вновь включить зажигание, как система начинает работать после нажатия на главный выключатель. Блок управления системой крейсерской скорости модели LS400 имеет свой источник питания и причина неполадки сохраняется в его памяти даже после выключения зажигания. На других моделях память стирается при выключении зажигания или главного выключателя. при включенном зажигании замкнем клеммы TC и E1 на контрольном разъеме или разъеме TDCL. Это позволит установить причину неполадки, сосчитав сколько раз вспыхнет лампочка индикатора. Мы получили коды 12 и 13. Код 12 означает разрыв цепи в предохранительной магнитной муфте, а код 13 ненормальный выходной сигнал потенциометра или разрыв в выходной цепи электромотора. Проверяем привод. И как видите не подключен разъем. Подключив его удалим предохранитель доум чтобы очистить память. снова проверим диагностические коды. Получен код нормально. Блок управления системой крейсерской скорости имеет также функцию проверки входных сигналов. Эта функция проверяет правильно ли поступает в блок управления сигналы от всех управляющих выключателей от выключателя стоп-сигнала сигнала стояночного тормоза сигнала датчика положения КПП и датчика скорости. Воспользуемся этой функцией. Включаем зажигание включаем главный выключатель и в тот момент когда управляющая рукоятка оттянута вниз задаем режим set coast. В этот момент индикатор мощности дважды мигает. Это переводит блок управления в режим проверки входных сигналов. Сначала переведем управляющую рукоятку в положение cancel отменить и удерживаем ее. Если нет неполадок в цепи выключателя отменить индикатор мигнет один раз. Он мигнет дважды если перевести управляющую рукоятку в положение set coast. Он мигнет три раза если рукоятку перевести в положение resume axe. он мигнет шесть раз при нажатой педали тормоза. Поставим автомобиль на домкраты и запустим двигатель. Если все в порядке индикатор мигнет семь раз после нажатия стояночного тормоза. после снятия стояночного тормоза он мигнет восемь раз. Это вызвано тем что рычаг переключения передач находится в положении N или P. Но если рычаг перевести в положение D сигнал продолжает светиться. На скорости больше 40 километров в час он начинает мигать. Значит цепь датчика скорости в порядке. когда выключен главный выключатель режим проверки входных сигналов отменяется. Итак мы провели проверку входных сигналов. Модель LS400 имеет функцию проверки сигнала отменить. В памяти остается тот сигнал отменить по которому в последний раз выключалась система управления крейсерской скоростью. Вы сможете установить причину выключения системы проверив какой сигнал отменить работа системы сохранился в памяти. Давайте посмотрим. Включаем зажигание включаем главный выключатель одновременно потянув управляющую рукоятку на себя. Причина выключения будет высвечиваться в форме мигания индикатора главного выключателя. Индикация в такой форме говорит что работа системы была отменена по команде выключателя стоп сигнала. Когда выключается главный выключатель этот сигнал пропадает. Теперь рассмотрим специальный контрольный прибор для проверки системы управления крейсерской скоростью. Он может использоваться для проверки вне автомобиля. С его помощью можно проверять работу системы питания, главного выключателя, индикатора входных сигналов и привода. Найдем на электрической схеме какие цепи можно проверять. Сначала цепь питания. Можно проверить цепь от аккумулятора автомобиля до клемма аккумулятора блока управления и до клемма STP плюс блока управления. Далее главный выключатель. Можно проверить цепь от клеммы CMS в блоке управления до точки заземления. И затем при включенном зажигании можно проверить цепь клеммы B в блоке управления. Для индикатора цепь от аккумулятора до клеммы PI через главную индикаторную лампочку системы крейсерской скорости. Для входных сигналов можно проверить цепь выключателей крейсерской скорости, стоп-сигнала, датчика положения рычага КПП, стояночного тормоза, а также цепь сигналов датчика скорости и тому подобное. Диагностика цепей привода на автомобиле невозможна, поэтому мы проверяем их с помощью контрольного прибора системы управления крейсерской скоростью. Сначала снимаем отрицательную клемму батареи. Потом отключаем блок управления системы управления крейсерской скоростью и вместо этого подсоединяем вспомогательную проводку. выбрав контрольный трафарет для Lexus LS400 кладем его на контрольный прибор и через трафарет подсоединяем вспомогательную проводку. И подключаем отрицательную клемму аккумулятора. Подготовка на этом закончена. Сначала проверяем индикаторы на приборе. В порядке ли сам контрольный прибор. Ставим переключатель на приборе в положение проверка индикатора. Если все лампочки загораются, значит прибор в порядке. Проверяем работу электромотора и магнитной муфты. Включим зажигание. Уведимся, что переключатель RPM обороты в минуту в положении OFF выключено и переведем переключатель Continuity в положение чек-проверка. Если рядом с уключателем вспыхивает два указателя магнитной муфты и мотор, значит цепь в порядке. Теперь запустим двигатель и проверим работу электромотора и магнитной муфты. Они работают нормально, если при переключателе RPM обороты в минуту в положении вверх, скорость вращения двигателя возрастает. Если перевести этот переключатель в положение вниз, то все нормально, когда скорость вращения падает. Осторожно, не позволяйте показаниям тахометра заходить в красную зону при этом испытании. Теперь проверяем работу электромотора. потенциометра и магнитной муфты. Когда переключатель RPM обороты в минуту находится в положении вверх, привод работает нормально, если рычаг привода открывает дроссельную заслонку, а указатель на контрольном приборе постепенно разгорается. Если переключатель находится в положении вниз, то все нормально, если рычаг привода закрывает заслонку, а указатель на приборе постепенно гаснет. Поставим переключатель в положение вверх и затем выключим. Если при этом привод резко закроет заслонку, а указатель на приборе погаснет, то электромотор, потенциометр и муфта в порядке. На этом заканчивается проверка работы привода с помощью контрольного прибора. В этом фильме мы познакомились с устройством и работой системы управления крейсерской скоростью, а также с работой ее диагностической системы. Однако мы всего лишь вкратце познакомились с этой системой. Чтобы лучше понять систему управления крейсерской скоростью, обратитесь к пособию по ремонту, схемам электрической проводки и инструкциям по обучению высоким технологиям. подождем, по ремонту, вкратце, всего лишь здесь, так много это, вкратце, Субтитры создавал DimaTorzok